Здравствуйте, мои зрители. Находимся мы на улице Скаймера. Я сюда приехала на автобусе. Мои два зрителя просили показать дома, в которых они прежде жили. Номер 9 и номер 24. Но я думаю, что другим зрителям это будет интересно. И я решила составить сюжет таким образом. Сначала я вам покажу тут уникальный храм на горе, а потом пойдем искать это. Вот я поворачиваюсь в сопки, иду по скале. И такое прямо скальное покрытие выходит из-под земли. И пожалуйста, обзор красного храма с золоченым куполом. Это храм всех святых. Подойдем же поближе. Пишет подход, потому что на вершине сопки только пешком можно подойти. Вот он, прекрасный храм. Подсобное помещение, лавочка, все на улице. Все имеется воскресная школа. Здесь есть участок очень хороший. Игровые пласядки для детей. И все, что хочешь. Но я хочу показать, откуда началась история состава этого храма. Свет такой яркий. Золоченые купола. Стоят на вершине сопки. Видимо, отовсюду. Дальше только природа и сопки. И он как бы возвышается над всеми сопками. Если мы видим по Ленинградской дороге, мы его всегда видим. Среди зелени стоит такой красивый храм. Вот на такой мы вершине. Кругом озера, сопки. Лес и храм. Очень удачно подобран цвет. Яркий, насыщенный. Отовсюду видим. Спустимся вот так вот ровки. Грибники отсюда выходят. У нас очень много грибов. Здесь можно насобирать грибы. Я уже сегодня утром в своем районе насобирала. Пожалуйста, еще один обзор. А мы пойдем дальше. По скальным породам. И вниз. Сейчас я вам покажу, куда мы придем. Эта лестница недавно построена. Раньше просто спускались по тропинке. Еще свежее дерево. История создания храма такова, что до 2000 года горожанами вот на этом месте был обнаружен камень большой с нерукотворным крестом. И сюда просто приходили молиться. А в 2000 году владыка Мурманский и Мочегорский Симон на месте будущего храма под открытым небом стал совершать литургию и проводить крестные ходы. Крестный ход впервые был проведен вот к этому источнику. Он стал сейчас святым и освящен. Освящен церковью. Вот сейчас мы уже к нему спускались. Еще раз спустимся. Вот этот источник. Он не совсем устроенный. После освящения этот источник называется святых. Имя святых Петра и Феврония. Есть кошек. Водичка. Сейчас туда заглянем. В форме колодца. Висит кошек. Сейчас испробуем. По вкусу попробую. Слава тебе, Господи, слава тебе. Давай. Вкусная. Вкусная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, в 2000 году состоялась первая литургия на природе И она так продолжались, эти службы, три года Через три года были собраны средства И начали строить храм Начало временное сооружение, а сейчас вот такое постоянное Были собраны денежные средства православных наших людей Занатов И вот такое воздвигли на храм Зайдем на территорию, на подворье Окончательный храм был пострадал 24 августа 2010 года При Владыке Семени У меня платка нет Субтитры сделал DimaTorzok Здесь большая икона Она открыта сейчас или? Она закрыта, она когда крещение идет, открыта А там крестят, да? Угу, спасибо А это вот просто лавочка, да, церковная? Это лавочка, да А это что, где вот сидите вы? Вот здесь вот А, это сначала, вот это первое было помещение, да? Тут службы проходили, да? Понятно 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 Сначала, а вот я и читала, что службы проходили сначала вот здесь, да? Нормально Сначала мы проводили вот первоначальное вот такое храм-часовинка Вот здесь проходили службы А потом уже, вот я прочитала, в 2010 году был построен вот этот храм, да? Угу Спасибо Так, пойдем, пойдем Нет, тут сопровождает, пока что, поклонный крест Угу А он тоже когда был установлен, знаешь? А я не знаю тоже И церковная лавочка Очень хорошо, что она вне храма, на улице Очень все дорядно, красиво С любовью на подворье Вот тут медведь притаился, тут детский уголок Ухожу отсюда с радостным сердцем И по такой дорожке сказали бы здесь не искать дом 9 На высоте Идем Видео получилось очень длительное, более 20 минут Поэтому скальные 9 и 24 выйдет в следующем сюжете И И И И И И